На часах 7.00 одни заваривают свежий крепкий кофе, другие уже выбегают на работу или на учебу, а это значит, что утро нового дня началось. Да, а кто-то, вот я и хотела добавить, как раз таки начинает это утро нового дня. И сегодня мы предлагаем вам присоединиться к нашей компании. С вами сегодня с Илья Салямова и Александр Стефан Филатов, прошу прощения. Ну и, конечно же, хотелось сказать, что на календаре 1 октября, а как месяц встретишь, так и вы проведешь, поэтому предлагаем встретить вместе с нами и в хорошем настроении. А наша импровизированная студия расположилась в Зимнем саду Академии архитектуры и строительства. А о том, что же вас ожидает в течение следующих двух часов нашего эфира, прямо сейчас и узнаем. Где обитает южный ветер? Индеец по духу Дмитрий Прохоров поменял не только имя, но и городской комфорт на жизнь кочевника. Экстрим в небе. Татьяна Балыкина раскроет секреты управления парапланом на высоте птичьего полета. Родители сейчас ломают голову, что же необходимо делать для того, чтобы их ребенок начал хорошо учиться. Как же его мотивировать, не прибегая к методу кнута? А вместо кнута бонусы, мастер-классы, вебинары и преемственность. Александр Кононов снова сел за парту, чтобы убедиться, в учебе все методы хороши. Лев Толстой, Бернат Шоу, Альберт Эйнштейн и Махат Маганди. Что объединяло этих людей? Об этом и не только узнаете в программе «Утро нового дня». Ну а также напомню, что наш партнер является компания «Фавила», которая предоставила эту мебель. Именно эту компанию мы хотим и поблагодарить за уют и комфорт. Ну а сейчас самое время перейти к новостям. Рентабельны ли платные городские парковки и насколько они востребованы за это лето? Муниципальные власти Ялты заработали 9 миллионов рублей. Сумма, казалось бы, большая, приличная, но в соотношении с количеством парковочных мест не так-то однозначно ситуация эта выглядит. И вот насколько же все это рентабельно, узнавал наш корреспондент. Утром платные стоянки пустуют, а вот когда к обеду заканчиваются свободные обочины, машины активно заезжают под привычные знаки парковки. Люди просыпаются с часа дня. То есть и выходной день, и будень день, оно одинаковое. Сейчас уже местных больше, чем туристов, потому что турист уже разъехался. 50 рублей час в первые 15 минут бесплатно. Оплачивать можно и наличными, и банковской картой. На сколько вы по времени? 50 рублей оплачиваем, выбиваем вам чек, нагуляете больше, сделаете доплату. Симферопольцы Иосиф Конок с супругой день ее рождения решили провести на Южном берегу. Долго по Ялте не катались, парковочное место у набережной нашли быстро. Только заехали, пожалуйста. И сразу, да? И сразу. Машина выехала, мы заехали. Знали, что платное или хотели? Знали. То есть вы принципиально на платную парковку, почему? Потому что везде стоят эвакуаторы, убирают машины. Зачем нам? Под знаком неохота, да? Да, под знаком неохота. Лучше заплатить, но спокойно стоять. Но есть и те, для кого парковка – непривычная статья расходов. Жаль, конечно, что платно. Недорого? Или дорого для вас? Ну, как бы, да, дороговато 50 рублей. Для тех, кто желает сэкономить, в Ялте 20 бесплатных парковок, на которых, разумеется, всегда многолюдно. И, конечно, привычно забитые обочины и дворы многоэтажек. Измотря на все платные и бесплатные стоянки в Ялте, парковочных мест в городе, все равно явно не хватает. Причем настолько, что машины бросают не просто на мосту, а еще и под знаком. Отговорки обычно самые разные. От «ждал пассажира», да «ребенку надо срочно в туалет». В ТОП-5 и фраза «нет места на стоянках». А почему под знаком ставили машину? Ну, негде больше было уже, уезжаем. Да и на мосту еще, вы знаете, да, что нельзя? Знаем. С середины мая по середину сентября платные муниципальные парковки и Большой Ялты принесли в городской бюджет больше 9 миллионов рублей. Всего работало 16 платных стоянок. В том числе, самая крупная на Айпетре, в Массандре, Гурзуфе, Форосе, Ливаде, Алубке, Виноградном. Всего 460 паркомест. По самым грубым подсчетам, получается, что одно паркомест зарабатывает в день 163 рубля. То есть одно место работает 3 часа в сутки при заявленных 12. Существуют такие ситуации, в которых парковщик приходит на свою парковку, а некоторые места уже заняты. То есть владельцы автомобилей, грубо говоря, приезжая ночью отдыхать в наш город, оставляют свои автомобили и может прийти за ним и забрать его только через 5 дней. То есть мы не можем на это никак повлиять. Служба эвакуации тоже нам не может в этом помочь никак, потому что автомобиль запаркован согласно всем дорожным правилам. Плюс довольно много льготников. Зарабатывать городскому предприятию мешают и нелегалы. Платные стоянки работают до 9 вечера. В поселках у достопримечательностей до 6. После просыпается мафия. Муниципальных парковщиков сменяют неизвестные личности, незаконно берущие деньги с туристов. Или попросту воруют дорожные знаки и ставят их там, где заблагорассудится. Отдыхающие жалуются, нелегалов гоняют, но они вновь возвращаются. А в Симферополе в середине дня на парковке выстраивается очередь. Вот так выглядит стоянка на площади Советской. А вот следующей легковушке придется подождать пару минут. Водители уже привыкли. А вот Руслан парковочное место только что занял. Привез жену с дочкой отдыхать в парке. Считает, что ему сегодня очень повезло. Сами посмотрите, там и друг друга подпирают, чтобы только поставить. Вот люди поставили, видите, под знаки. Все, машины забрали. А плата на выезде, чтобы машины долго не задерживались, со второго часа дороже. В течение первого часа 50 рублей, в течение последующих по 100. Но, как правило, водители стараются и вовсе стоять не больше 10 минут. Так бесплатно. Меньше паркуюсь на центральном рынке, только быстро-быстро, когда там детям что-то купить. И все. Часто паркуюсь именно на 10 и меньше, потому что очень дорого. А вот ветераны, инвалиды, водители спецтранспорта и представители власти при исполнении и вовсе платить не обязаны. Вот и получается, что несмотря на видимость постоянного коллапса, на законных основаниях сотни машин стоят и получают чек на 0 рублей. В районе социально значимых объектов на местном уровне могут принимать закон, где парковки должны быть бесплатными. И это правильно, потому что мы так или иначе приезжаем к административным зданиям, к учебным заведениям, к оздоровительным учреждениям, театрам, кинотеатрам. В каждом конкретном моменте нужно именно подходить с головой, понимать необходимость, не создаст ли, допустим, эта платная парковка, еще больше проблем, потому что там, где появляется платная парковка, как правило, машина начинает парковаться во дворах. И в Симферополе, и на ЮБК давно обсуждают строительство больших многоуровневых стоянок, которые помогут разгрузить города. В Ялте думают и о перехватывающих парковках, даже планируют закрыть для проезда исторический центр. Марина Осокина, Дмитрий Попов, Александр Смычек и Антон Лукьяненко. Новости 24. Первый модульный комплекс скорой помощи готов к работе. Новое помещение построили в поселке Скворцово под Симферополем. До конца года в республике планируют открыть еще 22 таких пункта. В каких условиях сегодня работают те, кто ежедневно спасает человеческие жизни, видела Анастасия Кошель. Небольшое помещение в поселке Скворцово вмещает в себе сразу две структуры. В трех комнатах врачи-скорой, в остальных амбулатория. Дыры в стенах, сырости, старые окна. В этом здании бригада скорой работает с 1994 года. Тогда в последний раз здесь проводили ремонт. После все поддерживали своими силами. Водитель скорой Александр Ксензов вспоминает. В этом здании 50 лет назад находился детский сад. С тех пор мало что изменилось. Здесь надо полностью капитальный ремонт делать. Крыши, стены. Вот видите, стенка замазана. Это сквозная трещина была. Мы ее задули пеной и сами замазали. Бригада обслуживает 11 сел. Охват большой. Отдохнуть после вызова негде. Неподалеку сотрудников уже ждет новый пункт. Он модульный, первый в республике. Внутри все необходимое для работы. Четыре фельдшера и четыре водителя скоро переедут в это здание. Шесть новых помещений. Комната приема пищи, комната осмотра медперсонала и новшества. То, чего никогда не было в прошлом пункте скорой помощи. Душевая. Вселиться в свой новый дом врачи смогут в течение недели. Строители исправляют последние замечания. Быстрое возводимое здание. Плюсы в том, что по новым технологиям морозоустойка. Перепадам не подвержено. Ну и, в общем-то, по эстетике, по симпатичнее, скажем так, обыкновенных зданий. Своей очереди на переезд ждет бригада в поселке Новоселовское. Раздольненского района здание советской постройки. В полу только в прошлом месяце залатали дыры. На окнах пленка, чтобы не продувала сквозь огромные щели. Обои отслоились. В непогоду приходится делать перестановку. Когда дождь идет, потолки текут. Приходится, чтобы отдохнуть, кушетку двигать, ставить сосуды всякие. В бригаде пять фельдшеров и четыре водителя. К новому модулю есть несколько пожеланий. Все необходимые условия. Санузел, место для отдыха, фельдшерская комната, водительская комната, чтобы все оборудовано было. Новое здание уже начали возводить. Идут подготовительные работы. Участок находится в низине, поэтому уровень здания будут поднимать. После приступят к монтажу конструкции. На это уйдет три недели. До конца этого года установят 22 модульные станции. У нас расписанный план график. Каждые три недели будет 2-3 модуля в эксплуатацию вводиться. На следующий год глава анонсировал миллиард 300 дополнительных средств, которые будут выделяться как на модули, так и на амбулатории, ФАПы. Что в принципе позволит практически 90% нашего жилого фонда обновить. Всего в республике 83 станции скорой помощи. Все они нуждаются в новых зданиях или капитальном ремонте. Условия для работы медиков будут улучшать, чтобы они заботились только о пациентах и могли отдохнуть после тяжелой работы. Анастасия Кошель, Руслан Князев, Новости 24. То жарко, то холодно, а потом еще и бабье лето. И снова не понимаешь, чего же ожидать впереди. Природа Крыма не перестает удивлять. И что интересно, климатологи обращают на это внимание. По их словам, и в горной, и в равнинной местности полуострова температура продолжает повышаться. Но на самом деле пока что еще рано говорить о том, какая будет эта зима и стоит ли ожидать повышения температур, например, в холодное время года. Но, тем не менее, уже сейчас можно рассказать о том, какой будет синаптическая картина сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и давайте еще раз отметим климатические показатели сегодняшнего дня. Итак, в Симферополе ожидается переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит свыше 24 градусов тепла. В Севастополе картина немножко другая. Осадков там не ожидается. Переменная облачность при этом будет. Ветер ночью будет южный 5-10 метров. Днем ветер западный 9-14. Ну а температура воздуха днем 13-15. А вечером 21-23 градуса. На южном берегу Крыма там переменная облачность, небольшой дождь. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. И температура воздуха днем достигнет 25 градусов со знаком плюс. Переменная облачность, но при этом без осадков ожидает жителей Керчи. Ветер будет юго-западный днем 6-11 метров в секунду. И до 14 метров в остальное время суток. Температура ночью 14-16, а днем 24-26 градусов. Да, то есть мы уверенно можем констатировать, что потепление вернулось на полуостров. Поэтому сохраняется высокая пожарная опасность. А вот температура морской воды достигает даже 20 градусов. Ну а сейчас хочу перейти к такой достаточно интересной новости. Дело в том, что Крым посетила пра-пра-пра-пра-правнучка известного художника крымского Ивана Эвазовского. Здесь она дала концерты, даже как рассказывают СМИ, спасла собаку. Давайте сначала расскажем о концерте. Его вы можете увидеть на своих экранах, как это происходило. Конечно же, это было в галерее Айвазовского, в одном из залов, где находилось 150 человек. Вообще стоит отметить, что Джорджия Лоу, так ее зовут, она является известной арфисткой в Сиднее. И там она выступает в оркестре, в квартете арфистов. Кстати, надо признать, что это же первый в истории такой квартет, когда четыре человека играют все на арфах. К мероприятию она готовилась крайне долго, потому что это было ответственно, потому что выступала, как уже сказала Салия, выступала она в галерее своего именитого родственника. Готовилась долго, отыграла качественно, и при этом жизнь спасла собаке еще. Теперь, кстати, этой собачке ищут хозяев. Да, ну а как она спасла? На самом деле она оплатила дорогостоящую операцию, и собака была бездомная, которую она просто увидела на улице. Вот такая вот история со счастливым концом. Вообще посещение такой известной, получается, женщины на полуостров. Прям талантливая во всем, можно так сказать, и животных еще любит. Ну а мы движемся дальше и переходим к нашему мобильному корреспонденту. Вряд ли, конечно же, Ирина Борилюк сейчас спасает собак, но о чем она расскажет, сейчас и узнаем. Ира, доброе утро! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Всем тем, кто встречает этот день вместе с нами. А я надеюсь, что утро будет у каждого из нас позитивное, классное и веселое. А для тех, кто еще не вышел на улицу, мне бы хотелось рассказать о том, какая же ситуация на улице с погодой. Довольно-таки комфортно, тепло, и недаром говорят, что бабе лето наступило. Хотя уже 1 октября, напомню, на календаре. Итак, сейчас 18, примерно, 18 градусов тепла. А днем температура воздуха будет 23-24, а ближе к вечеру снизится до 14 градусов тепла. Хочется отметить, что синоптики отмечают увеличение скорости ветра 15-24 метра в секунду. В таком диапазоне будет варьироваться этот показатель. И по традиции хочу сказать вам о том, когда был самый жаркий, самый холодный этот день за последние 130 лет. Самый жаркий в 1999 году 29 градусов, а самым холодным в 1993 году 2 градуса тепла. Сегодня 18, напомню. Мы находимся где-то посерединке, золотая середина такая. И еще момент важный. Хочу показать вам набережную реки Салгир, все-таки на которой я нахожусь. Наши мобильные корреспонденты неоднократно бывали и показывали вам, как велись работы. Но мне хочется показать, рассказать вам о том, насколько сильно действительно изменилось в лучшую сторону это место. И по утрам, например, выходить и идти на работу именно по этой локации одно удовольствие. Ну, у меня на этом все. И я с радостью передаю слово коллегам. Уверена, им есть что еще вам рассказать. Спасибо, Ира. И к следующим новостям. Делегация крымских чиновников посетила Добровскую долину. Посетила она с целью проверки, узнать, как же продвигается ход работ, а строится там 15 дорог. И что в итоге выяснилось? Что подрядчику теперь придется переделывать уже выполненные работы. И причем придется переделывать аж 85% из всего, что было сделано. Потому что работали, к сожалению, спустя рукава. И когда приехала делегация, увидели, что дорожной техники-то толком и нет на тех участках, где якобы велся ремонт. И качество асфальта оставляло желать лучшего. В общем, теперь, конечно же, придется заново браться за это дело. Помимо этого, надо отметить, что на участках проведения работ нет необходимых паспортов, нет схемы движения и многого-многого-многого другого. И, конечно же, все это теперь восстанавливать, переделывать подрядчик будет за собственные средства. Мотивация у него огромнейшая. Но также в мотивациях разбирается наш корреспондент Александр Кононов. Это Сережа. Сережа не хочет учиться. А значит, не получит знаний для престижной профессии. Не будь как Сережа. Учись. Если вы сталкивались с такой проблемой, то вы наверняка уже занялись поиском ее решения. Особенно она актуальна среди учащихся старших классов. Учебный сезон в самом разгаре. Но многие школьники так до сих пор и не могут настроиться на процесс обучения. У каждого на это есть свои причины. Поэтому родители сейчас ломают голову, что же необходимо делать для того, чтобы их ребенок начал хорошо учиться. Как же его мотивировать, не прибегая к методу кнута? Для того, чтобы вызвать интерес к предметам, нужно быть всегда на одной волне с учениками. Именно поэтому в наше время многие школы стали использовать современные системы мотивации в образовании. Один из вариантов – это преемственность, когда школы проводят творческие встречи учащихся с успешными выпускниками. Когда эти ребята живые, знакомые, родные такие, сидят на сцене и рассказывают о своих успехах, это лучший мотиватор. И мы создаем эти условия. Второй, не менее действенный вариант – объединение в группы для проведения урока по системе обсуждения, когда во время занятий формируются команды по разному уровню знаний. Современный ребенок, он не готов сидеть 45 минут в какой-то стойке послушания. Ему нужно общаться. И вот эта групповая работа, которую вы видели, позволяет высказаться. Ребята спорят, ребята выдвигают свои версии. Кроме этого, существует бонусная система образования, когда школьники принимают участие в олимпиадах от университетов, где баллы за выигранную олимпиаду добавляются к результатам вступительных экзаменов, что помогает обойти других претендентов. Ну и, конечно же, новые формы образования, такие как вебинары и онлайн-мастер-классы. Нежелание учиться нередко говорит о том, что ваш ребенок, возможно, еще не определился с профессией. Тут важно выявить его навыки и способности и помочь ему развить их. Я должен быть примером для всех своих сокоматников, поэтому спорт также мотивирует меня хорошо учиться. Одной из главных мотиваций является внедрение в школы новейшей технологии. Творчество для меня является одной из мотиваций, чтобы получить хорошую профессию и поступить в хороший университет. Остается лишь набраться немного терпения, приложить усилия, и тогда все получится. Трудностей бояться не стоит. Нужно их смело преодолевать и не расстраиваться. Ведь самое сложное еще впереди. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Давай вот эту новость про зебу. Ну вот еще у меня есть такая позитивная новость. Дело в том, что в Крыму есть одна единственная карликовая корова зебу, которая наконец-то стала мамой. То есть она, можно сказать, обзавелась семьей. Дело в том, что такие коровы – это вообще большая редкость не только для нашего региона, для всей России, но и, конечно же, для всего мира. И когда они дают потомство, а еще и девочек, которые могут продолжать род, это вообще является счастьем. Поэтому здесь, в Крыму, не могут не нарадоваться. Ну а также сотрудники Крымского зоопарка, в котором, собственно, и проживает героиня наша, отмечают, что материнские чувства ей присущи. И, как они сами выражаются, были бы у нее руки, она бы, наверное, своего малыша просто с рук бы не отпускала. Вот так она ухаживает за своим любимцем. Да, это очень вообще удивительно и мило, когда животные проявляют такие же инстинкты, как и люди. Причем материнские, такие глубокие, настоящие, искренние. Но мы сейчас предлагаем вам посмотреть еще одни новости самого разного рода, забавные, серьезные и не очень, которые подготовили для вас наши корреспонденты в специальной подборке, в рубрике. Ее мы сейчас и предлагаем глянуть. Парит, словно птица в небесах. Юная девушка показала головокружительную акробатику. Аэробатут позволяет осуществить различные трюки в воздухе без особых сложностей. Таким образом, даже новичок сможет выполнить ряд простых хореографических элементов. В Красноярском крае прошла акция по восстановлению лесопосадок, во время которой робот посадил дерево. В дальнейшем разработчики планируют выпустить более улучшенные модели. Они также будут оберегать окружающую среду. Во время приземления на парашюте молодого туриста встретили не особо гостеприимно. Местные кенгуру сразу начали защищать свою территорию. Животные пустили в ход даже рукопашный бой. К счастью, парень сумел избежать наказания. Неземное изобретение привлекло внимание зрителей. Мужчина выбрал необычный способ передвижения. Этот чудо-трон сделан вручную. Жаль только, что большую скорость он не развивает. По всей видимости, правил порядка в этом магазине не существует. Администрация организовала акцию, но такой реакции от посетителей никто не ожидал. Набрать большое количество товара и бежать к кассе. Вот девиз покупателей. Погодные условия в Рио-де-Жанейро напугали беззаботных туристов. За несколько минут со стороны Атлантического океана порывы ветра пригнали сильную бурю. Чтобы избежать неприятностей, отдыхающим пришлось покинуть общественный пляж. Соблюдать чистоту и порядок должны не только люди, но и животные. Видимо, так считает местная сорока, которая подбирает общественный мусор и выбрасывает его в урну. Поведение пернатого помощника заслуживает уважения. Ну и, конечно же, в последнее время симферопольцы пристально обсуждали и наблюдали за ходом ремонтных работ на набережной Салгира. И мы, журналисты, тоже направили туда свое всевидящее око. Я думаю, что уже подошло самое время подвести некие итоги и рассказать о том, к чему в итоге, во что превратилась наша набережная, как она преобразилась. Сейчас мы в первую очередь поговорим об озеленении и расскажет нам об этом Игорь Анацкий, генеральный директор строительной компании. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но можно сказать, что уже набережная преобразилась и на сколько в процентном соотношении? Можно сказать, что она преображается. Уже преображается. Бесконечный процесс. В настоящем времени? Да, у нас на сегодняшний день мы прошли, так скажем так, условно первый этап. Это благоустройство улицы от Шмидта до Вечного огня. Скажем так, там строительная часть преображается. Но она по-настоящему преобразится, когда там зайдет трава. Но я думаю, что это самая красота будет весной, когда уже будет во всей красе. Расскажите подробнее. Помимо травы, может быть, какие-то кустарники, деревья? Что еще предусмотрено? Смотрите, у нас в проекте, который мы делаем, не предусмотрено по озеленению ничего, кроме сноса зеленых насаждений. Мы вышли с инициативой на главу администрации, сделали проект по дендроплану, по озеленению всей набережной. Сейчас работают специалисты, подбирают это на всей набережной. Это от Киевской до Вечного огня и по Малому Солгеру то же самое, по Киевской. Сейчас делается проект, который мы представим главе администрации. Она сказала, что она соберется с общественностью обязательно, с специалистами, чтобы обсудить с жителями города, насколько все это устраивает. И уже в этом году мы со своей стороны подняли руку, сказали, что мы 100 деревьев из этого дендроплана посадим. Ну, не просто как мы хотим, а как специалисты что подберут, где посадить, какие сорта деревьев посадить. Поэтому это уже будет в этом году. Плюс сейчас идет активно посев травы. Да, мы могли наблюдать в интернете эти кадры. Выглядит это необычно. Кто-то мог решить, что это у нас пытаются покрасить землю. Но на самом деле это озеленение таким образом происходит. На самом деле это технология, которую используют, кстати, на ваде очень активно. Это гидропосев травы, при котором используется кроме трех видов семян травы, газонной травы используется еще мульча, удобрения, гидрогель для того, чтобы воду аккумулировать на себе. Ну и красящий состав для того, чтобы видеть, где посеяно, чтобы было следить за качеством работы. Это уже во всем, даже в России, в многих городах это применяется. Мы, скажем так, одни из первых, ну кроме вада, вад, конечно, молодцы, мы применили у нас. Поэтому сейчас от Шмидта начали, и к вечному огню передвигается это все. Игорь Олегович, но еще появились такие кадры достаточно забавные, как птицы клюют. То, что недавно было вот с помощью этой технологии озелено. Скажите, это насколько грозит в будущей траве? Ну, что так, нормативно 5-10% птицы могут съесть. То есть это не страшно? Это неизбежный процесс, да, это не страшно абсолютно. То есть при процессе озеленения вы сразу же учитываете? Закладываете, конечно, да. Вы говорили о деревьях, которые планируете, хотелось бы, да, вам их посадить, 100. Уже известно, можно ли говорить о том, что это будут за породы деревьев? Еще раз повторюсь, подбирают породы деревьев специалисты. Мы строители, мы суровые строители, поэтому мы сделаем ровно то, что скажут специалисты по посадке. Поэтому, я думаю, вот на следующей неделе уже будет готов дендроплан. Мы представим его администрации, администрация представит его общественности, обсудится. И как раз осенью, это как раз пора для посадки, осенняя посадка. Мы, думаю, что в конце октября, в начале ноября мы посадим эти 100 деревьев. Это не поздно? Нет, это нормально. Для высадки? Как раз отлично. То есть понижение температуры никак не скажется? Нет. Ну, опять же, мы опираемся на мини-специалистов. Мы здесь, в этом плане, мы просто исполняем то, что говорится по предписанию. С озеленением вроде все понятно. Будем ожидать, когда будет меняться в этом направлении набережная Салгира. А теперь давайте поговорим о ходе строительства. Конкретно о том, что строительство еще не завершено, а уже некоторые участки начали страдать от вандалов. Ну, тут мне сложно прокомментировать. Мы просто стараемся просто молча, хладнокровно это все устранять, восстанавливать. Какие-то выводы делаем свои. Поэтому это неизбежный процесс. Игорь Олегович, а вот что именно, как именно страдают эти участки? Ну, это, скажем так, понимаете, это пытливый юношеский ум, наверное, по-другому-то не зовешь. Где-то это просто мелкое хулиганство, где-то это осознанно. Когда берутся в переходах, разбивается плитка. Ну, как это назвать? Хулиганство, да и только, больше по-другому ничего не скажешь. Поэтому это пока мы здесь, мы будем это все методично устранять. Скажем так, по выполнению работ. Сегодня, ну, вчера 30 сентября у нас закончился первый контракт. Это благоустройство от Шмидта до Вечного огня. Вчера последние светильники устанавливали, зажгли полностью всю эту набережную. У нас до конца ноября второй этап, это до Киевской. Мы должны дойти благоустройство по Салгиру и по малому Салгиру до Киевской. На той неделе с администрацией создали рабочую комиссию, полностью прошли, выписали все замечания. Они есть, ну, потому что, ну, 10 километров благоустройства, понятно, что человеческий фактор и так далее, и так далее. Какие замечания? Ну, есть по чугуну замечания, качество сварки, там, по качеству чугуну сейчас мы отрабатываем с Керченским металлургическим заводом. То есть вы признаете, да, вот как раз-таки те моменты, когда можно было наблюдать, как люди поднимают просто вот эти узкие ограждения. Смотрите, у нас 9 318 метров ограждения, это 4, около 4 141 столб. Понятно, человеческий фактор, ну, как бы, есть, признаем, мы берем, исправляем это все. То есть у нас наша задача сейчас, как раз, все мелочи, все до конца набережной, все установить для того, чтобы мы уже спокойно ушли и наблюдали, как просто стали жителями города, а не участниками процесса. Хотелось бы еще раз уточнить сроки реконструкции набережной, когда, известен ли период, когда уже будет полностью вся набережная готова? Конечно, это конец ноября. Конец ноября, это будет... То есть это достаточно скоро? Два месяца осталось. А работ сколько? Ну, скажем так, трудоем... Даже по мелочам? Скажем так, все трудоемкие и сложные процессы, ну, допустим, у нас прокладка коммуникации под освещение закончена, там, 95%, то есть уже от киевской до киевской, по-малому слуге, у нас разводка все сделана. Осталось, скажем так, установить столбы освещения на этих участках на втором этапе и выполнить благоустройство. То есть это уже, ну, предсказуемый, понятный процесс. Проект благоустройства что предусматривает? Проект благоустройства предусматривает замену тротуарной плитки и наружное освещение. То есть, я хотел уточнить, может быть, какие-то лавочки будут? Ну, к сожалению, в нашем контракте это не предусмотрено. Единственные лавочки, которые у нас были, это лавочки, которые на Балом Сталгеретном, 5 арочек, ну, 5 круглых таких арочек. И возле Савопула и возле шахматно-шарочного клуба мы там поставили стационарные, те, которые намертво прикручиваются. 23 лавочки поставили. А вот шашечный фонтан, всем известный Симферопольцам, он все-таки не входит, например, в план реконструкции? Он не входит. Не вы этим занимаетесь? Нет, мы не занимаемся, он не входит в рамках нашего контракта, но мы знаем, что сегодня подписан контракт с компанией, которая занимается проектированием двух фонтанов. Это шахматный фонтан и фонтан в русле реки, рядом с мостом по улице Кирова. То есть, в планах администрации, а сделать проект и выполнить эти работы по устройству самих фонтанов. Знаете, на что я еще обратила внимание, очень мило было, когда забор, вот это чугунное ограждение, где замочки влюбленных висели, эти замочки не снесли, а очень заботливо, так, пакетами. Да, кстати, знаете, мы те старые ограждения мы демонтировали, почистили, покрасили и они остались. По этому поводу было масса нареканий в соцсетях. Мы активно... Ну, просто, понимаете, уберите эту... Ну, там разные эпитеты были. То есть, мнение разделилось. Кто говорит, что надо это оставить, потому что это традиция и так далее, и так далее. А кто-то говорит, что забрите эту гадость, зачем это надо, и так далее. Ну, люди разные, скажем так. Но это и слава богу, что они разные. А сколько чугуна потребовалось в итоге? Я имею в виду, сколько вот нового ограждения? Потому что действительно напоминало периодически этот забор с тобой вот беззубый рот. Через раз. Вы знаете, даже скажем больше, мне кажется, жители города, дети, мамочки привыкли спокойно гулять по набережной, на котором нет ограждения с высотой. Я вам скажу, знаете, наши опасения, когда мы почистили участок от Кирова до Шмита, там, где глубина доходила до метра восемьдесят, и там, где не было ограждения, и это была не твердая земля, а это была земля в таком, скажем так, жидком состоянии. И не дай бог, мы боялись, что мы там откопаем и кого-то найдем. Потому что реально... Не было такого? Такого не было. И просто, если, не дай бог, туда бы ушел, допустим, ребенок, его там даже не найти можно было. То есть, скажем так, глубину опасности всей этой истории без ограждения мы поняли только, когда это все убрали, что настолько это было реально опасно. Поставлено чугуна 872 тонны. Могу там несколько тонн ошибиться. Это Керченский металлургический завод. Мы считаем, что за такие сжатые сроки, ну, у нас всего лишь было 4 месяца, Керченский металлургический завод очень достойно справился с поставленной задачей. Поэтому вал чугуна, который был привезен, ну, сегодня идешь, кажется, так оно и было. Да. Я вот вчера только пригласили, пересмотрел фотографии, за каждым месяцом ведем фотофиксацию. Как это было буквально 4 месяца назад, когда мы начинали. Это, конечно, дикость. Игорь Олегович, расскажите, как цапля себя чувствует? Наблюдаете ли вы ее там? Вы знаете, я вам скажу честно, последнюю там неделю мы ее не наблюдаем. Не было. Последний раз, где наши сотрудники ее заметили, это был Малый Салгир в районе Гагаринского парка. Может быть, она в парк ушла, ну, это уже как бы не наша зона юрисдикции. А так она достойно перенесла все, ну, всю стройку с нами вместе. Она очень любопытная, поэтому все было... Стала уже символом набережной. Игорь Олегович, хочется выразить вам благодарность за то, что нашли время, встретили это утро в нашей компании. Тема, конечно, обширная, говорить можно много, но пора двигаться дальше. Нашим телезрителям хочу напомнить, что у нас в гостях Игорь Янацкий, генеральный директор строительной компании. Ну, а мы движемся дальше и сейчас узнаем об интересном событии историческом, которое произошло в этот день. 1 октября во всем мире отмечается День вегетарианства. Он был введен в 1977 году в Северной Америке. Основных видов вегетарианства всего 5, разница лишь в широте рациона. Спорными продуктами считаются яйца, молоко и рыба. Зародилось это течение еще в Азии на основе религии буддизма и индуизма. Первое вегетарианское общество появилось в Англии в 1847 году. В России же большой вклад в распространение этого направления внес Лев Толстой. Также не ели мясо Эмиль, Золя, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Фридрих Ницше, Франц Кавка и Махат Маганди. В 2016 году альпинистка Мария Страйдем решила покорить Эверест, чтобы развеять миф о беспомощности веганов. Однако ее попытка не увенчалась успехом, до вершины горы женщина так и не добралась. Сегодня около 5% населения Земли вегетарианцы и с каждым годом их число неуклонно растет. Саля, как относишься к супергероям? Веришь в их существование? Верю и считаю, что их очень много среди нас. Так и есть. Недавно, кстати, одного из них задержали, самого Человека-паука, который карабкался по небоскребу в Германии. Даже не просто по небоскребу, а по тому натянутой веревке, не знаю, как это называется, между небоскребами он про ней прошелся буквально. Высота этих небоскребов составляет 154 метра. Конечно же, полицейские и французские, они переживали, но точно так же они ждали, когда он спустится, для того, чтобы отвезти его в полицейский участок, потому что это является самым настоящим нарушением и, конечно же, плохим примером для всех остальных. В итоге французский Человек-паук, которому, кстати, стоит отметить, 57 лет, попал все-таки в полицейский участок. Они его дождались, на это ушло 20 минут, но и, с другой стороны, он, можно сказать, опять-таки доказал геройство и сверхспособности, наверное, человеческие. Надо отметить, что это действительно можно называть смело сверхспособностями, потому что все свои трюки он делает без страховки. Он говорит, что люди делятся, есть и те, которые выполняются страховкой, и он, конечно, к ним никаких претензий не имеет, потому как своей жизнью нужно дорожить, но его главная страховка – это четкий ум, доверие своему телу, и надо признать, что такое доверие к нему пришло за 44 года. Именно столько из 57 прожитых он занимается своим делом. Ну и, кстати, стоит отметить, что он также бывал в Москве и даже сумел скарабкаться на здание МГУ. Чего от него ожидать, я думаю, узнаем уже вскоре, но мы движемся дальше. И сейчас возвращаемся в Симферополь, а конкретно в Симферопольский аэропорт. Да, а почему мы к нему возвращаемся? Потому что там тоже интересные новости происходят, и давай сейчас их озвучим. Дело в том, что Симферопольский аэропорт должен будет заплатить 3 миллиона рублей уральской авиакомпании за то, что птицы помешали взлететь самолету. Да, это как раз-таки та история, которая произошла 3 года назад. Не та свежая, которую мы совершенно недавно обсуждали, когда самолет вынужден был сесть в кукурузном поле, как раз-таки за стаи птиц. Именно такую сумму хотят взыскать уральские авиалинии в связи с тем, что при экстренной аварийной посадке произошла поломка двигателя. И эти деньги, конечно же, потратят именно на восстановление этого двигателя. И также сотрудники уральских авиалиний говорят о том, что в Симферопольском аэропорту недостаточно хорошо работает система отпугивания птиц. Ну, это было 3 года назад. Сейчас, конечно же, ситуация совершенно другая. Сейчас нет рядом свала, где могли бы находиться эти птицы и мешать взлету и посадке наших самолетов. Но прямо сейчас мы предлагаем все-таки вернуться из аэропорта на улице Симферополя, где находится Ира Борилюк. Доброе утро, Ира! Да, коллеги, сегодня отмечается День памяти Великой Святой Мученицы Ариадны. Это значит, что какая погода будет сегодня, такая же продублируется и 1 апреля. Хотелось бы запомнить и проверить таким образом, насколько точными были показатели наблюдения наших предков. Ну, а я сейчас нахожусь на улице Набережная 31 возле Крымского музыкального училища имени Чайковского. И здесь я неспроста. Напомню, что на календаре 1 октября и именно сегодня отмечается Международный день музыки. Таким образом, по всему миру, более чем в 100 странах, различные мероприятия музыкальные, встречи с композиторами, исполнителями, концерты, слушания приурочены именно к отмечанию этого праздника. Но Россия, конечно же, не стала исключением. И здесь данная традиция появилась с 1996 года. А так как я нахожусь возле Крымского музыкального училища, хотелось бы сказать о том, что именно сегодня в честь праздника в 18.30 будет проведен концерт под названием «А музыка звучит». И я уверена, что оценители и любители музыки обязательно побывают на этом мероприятии. Ну, а те, кто нет, давайте просто поддержим этот праздник хорошим настроением, прослушав любимую музыку, которая радует наши души. Ну, вот она такой литературной, даже музыкальной, я бы сказала, ноте. Я с удовольствием передаю слово коллегам, уверена, им есть что вам рассказать. А у меня на этом все. Ну, вот еще такая интересная новость. Как почитали риэлторы, самые дорогие квартиры в Южном федеральном округе находятся, конечно же, в Крыму, в Ялте и в Севастополе в том числе. Они находятся на втором и третьем месте. Соответственно, в Ялте продает собственник свой пентхаус за 240 миллионов рублей. Это, можно сказать, настоящий дворец с прекрасным видом на море. И внутри вместе с этим пентхаусом продается и вся мебель, весь декор и так далее. Ну, а третье место занимает город-герой Севастополь. Там дом чуть подешевле, всего 115 миллионов рублей, но тоже выполнен в таком дворцовом стиле. Надо отметить, что в этом списке не только Крым. Сюда же попадает еще и Краснодарский край. Там чуть-чуть дешевле, конечно, угодья, но также суммы невероятные. Но есть и те люди, которым для максимального комфорта, для того, чтобы было хорошо жить, такие условия не нужны. Они обходятся гораздо более... Без дворцов, без машин. И даже, хотелось бы сказать, они могут бросить все. Это настоящие кочевники, которые переходят жить в лес. И вот у нас в Крыму есть свой настоящий крымский индеец. Индеец по духу, конечно же. Но о том, как он живет, не где-нибудь, а в Вигваме, предлагаем посмотреть и узнать прямо сейчас. Лес, чистый воздух и ледяная вода из колодца. Лес, чистый воздух и ледяная вода. Лес, чистый воздух и ледяная вода. Лес, чистый воздух и ледяная вода. И не колючий. Лучше всего использовать, конечно, дуб, клен. Такие породы, которые не стреляют. Скумпью нельзя использовать. Нельзя, потому что искры из этих дров могут прожечь одежду. А без костра никак. Во-первых, он нужен, чтобы согреться. Во-вторых, для приготовления пищи. А ведь в таких условиях даже чай получается особенно ароматным. Тем более, что варят его из сезонных трав, собранных в горах. Одно из главных украшений жилища – ловцы снов. Они повсюду под куполом, на стенах и даже на деревьях у входа. Таких оберегов Дмитрий создал около 10 тысяч. Ловцы снов, конечно же, гармонизируют пространство, улучшают настроение, приносят удачу. Вот видите, паутинка и дырочки. Плохие сны путаются в паутинке, хорошие пролетают в дырочки и снятся. В основе дикая лесная лоза, собранная в определенный период года на рассвете перья, полудрагоценные камни и нитки. Делают их исключительно, находясь в хорошем расположении духа, ведь завязывая каждый узелок, принято желать счастья будущему владельцу. Александр Корнович, Татьяна Балыкина, Ольга Литвиненко. Утро нового дня. Несмотря на то, что сейчас в Крыму бабье лето, про отопительный сезон забывать нельзя. И, конечно же, сейчас активизировались так называемые черные дровосеки, которые вовсю готовятся к зиме и тем самым наносят огромный ущерб и урон лесам Крыма. Об этом сегодня и поговорим. У нас в гостях Максим Дмитриевич Сволынский, начальник управления охраной, защиты леса и государственного лесного контроля Минприроды Республики Крым. Доброе утро, Максим Дмитриевич. Доброе утро. Ну, скажите, мы не переборщили с тем, что сказали, что действительно активизировали сейчас недобросовестные, наверное, лесники, которые пытаются вырубить леса и заработать на этом. Думаю, не лесники незаконные. Дровосеки. Дровосеки, да. Ну, по аналогии с прошлым годом мы проводим анализ. Слава богу, тенденция не к увеличению. На данный факт у нас, на данное время у нас зафиксировано 63 нарушения, когда она в прошлом году была уже 185. Поэтому более-менее мы в норме. То есть три раза меньше. Да. А как так получается? За счет чего смогли добиться этого? Ну, в первую очередь, выстраиваем по новому систему надзора, контроля. В чем она заключается? Заключается в том, что мы участвуем в нацпроекте «Экология», подраздел «Сохранение лесов», в рамках которого нам выделяется финансирование, закупается лесопатрульная техника. В этом году закуплено 6 автомобилей. Это «Нивы», «Уазы». Увеличиваем кратность патрулирования, меняем маршруты патрулирования, плюс применяем современные те же самые методы, как фотоловушки, видеофиксации. Можно об этом более подробно? Как это действует, как это происходит? Фотоловушки, просто я впервые слышу о том. Ну, фотоловушка – это специальный, так можно назвать, фотоаппарат, который устанавливается в том месте, кто нигде не видит и не знает. И на нем определенные устройства еще стоят, и они фиксируют движение. И после того, как проезжает машина или человек, происходит съемка, как видеосъемка, так и фотосъемка. После этого можно быть уверенным, что по этой дороге работают черные лесорубы. И это является доказательной базой при возбуждении административных либо уголовных производств. Чтобы доказать, что данная машина была в лесу и незаконно вывозила древесину. Давайте попробуем воссоздать картину. Идет патруль, контролирует лес, ситуацию, как там сейчас все происходит. И вот за руку, можно так сказать, ловят черного дровосека. Что дальше происходит, что ему грозит? Все грозит от того, что он нарубил. Потому что если он нарубил сухостой валежник, сумма ущерба, вероятно, все будет меньше, чем 5000. И это административное дело. В зависимости от того, как он рубил с помощью бензопилы, ручной пилы топора, тоже есть своя градация у этой статьи. Минимальная санкция это 4000 рублей. Максимальная санкция 6000 рублей. Это штраф. Плюс еще он должен возместить ущерб, который нанес именно по количеству и кубатуре той древесины, которую он заготовил. Если же этот недобросовестный гражданин нарубил сырорастущие деревья, которые зелеными листики, то в 90% случаях это будет сумма уже выше 5000 рублей. И она квалифицируется как уголовная. Это уже заводится уголовное дело, статья 260. И санкции уже там от штрафа до принудительных работ и лишения срока. Ничего себе весомые такие меры для того, чтобы все-таки не заниматься такими вещами. Скажите, у вас наверняка вы обладаете такой статистикой. И в первую очередь хотелось бы узнать, в какой период, сколько времени еще вот крымские угодия, лесные угодия под угрозой? Ну, под угрозой они будут, наверное, постоянно. Вот. Независимости, если мы говорим общее, от незаконных робок. Все-таки Крым является жемчужиной России. Если у нас не рубят, то у нас жарко, и люди нарушают правила пожарной безопасности. Запретить мы это, конечно, не можем. Пытаемся ограничивать посещение леса. Вот. Но у нас уже два года практика. Мы стараемся меньше нарушать, меньше привлекать нарушителей, больше проводить педагогические беседы. И это все-таки сильно влияет на статистику, как и пожаров, так и нарушений. Все-таки лучше с человеком переговорить, чем сразу наказывать его рублем. То же самое касается и фактов с незнакомыми рубками. Интенсивно проводится газификация района Крыма, я имею в виду. Самые такие подверженные у нас районы – это Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский, Старокрымский, где слабовата у нас развита газификация, но она идет. Вот. И вот в связи с этим мы также усматриваем снижение статистики в плане количества незаконных рубок. Ну, знаете, зато в чем статистика остается достаточно стабильной. Это, например, когда видишь сувенирную продукцию из можжевельника, ты понимаешь, что ее очень много. Хотя сегодня можжевельник в Красной книге и рубить его запрещено, а тем более вот так на рынок его выставлять. Это же, наверное, наш крымский. То есть здесь черные дровосеки тоже стараются. Ну, это палка двух концов. Вот вы считаете, можжевельник, подходите к киоску и пахнет можжевельником? Это не можжевельник. А что? Можжевельник не пахнет. Можжевельник пахнет только, когда его обработаешь термообработкой. Поставите горячую турку, кастрюлю, либо нагреете. Да, да. А вы уже подходите к лотку, и от лотка пахнет можжевельником. Все равно какой-то запах есть. Да, это просто другие породы древесины, которые очень похожи по текстуре с можжевельником, обработаны можжевеловым маслом. Так, значит, они лесу не угрожают, но людей обманывают. Нет, я не сказал, что нет фактов незаконной рубки можжевельника. Это присутствует. Пока есть предложение, и будет спрос. Но вот мы уже несколько раз, коллеги, которые приезжали к нам с материка, улетая, показывая, какие они сувениры закупили, мы говорили, что ребята, вероятнее всего, что вас обманули, потому что очень сильно пахнет можжевельником. И так происходило, они звонили через месяца полтора-два, и говорят, он перестал пахнуть. Я говорю, вас обманули. Еще вот такой вопрос касается сосны крымской, которую почему-то убрали из красной книги. Как вы думаете, почему? Ну, во-первых, в других странах, и до того, как мы пришли в Российскую Федерацию, сосны крымской не было в красной книге. Ну, а где-то еще растет сосна крымская, кроме Крыма? Конечно, она растет и на территории Украины, Италии, Греции, Кавказ. Почему вывели именно в республике Крым? Потому что большая часть посадок лесных сосны крымской у нас искусственная. Там, где есть естественные популяции, это территории заповедника. Крымский и Ялтинский. Там априори рубить ее нельзя. А искусственные насаждения, им необходим уход. Если мы перестанем их прореживать, убирать ослабленные, посмотрите, как сейчас массово, за пять лет мы не проводили мероприятия, потому что она была в красной книге, как массово начали усыхать сосновые насаждения. Это именно потому, что лесная охрана перестала проводить, ну, такая коллизия правовая, санитарно-здоровительные мероприятия. Прореживать, убирать ослабленные, подсаживать. Вот. То есть этой зимой мы все-таки увидим на Новый год сосну крымскую в продаже, потому что раньше к нам привозили из Краснодара, и стоит отметить, та сосна, она проигрывает по красоте. Ну, я не могу говорить, в этом ли году появится в продаже, но то, что было разрешено работать нам с сосной крымской, вот, закладки питомников, я думаю, наши предприятия будут осуществлять, школки питомников. Надеюсь, в будущем увидим в продаже именно сосну крымскую, нашу родную, зеленую и пушистую. Спасибо большое. Максим Дмитриевич, к сожалению, очень мало остается времени, вынуждены с вами уже попрощаться, но тема обширная, хотелось бы, конечно, и больше уделить внимания, поэтому приглашаем вас к нам еще в студию. А сейчас, я напомню, у нас в гостях Максим Дмитриевич Сволынский, начальник управления охраны, защиты леса и государственного лесного контроля Министерства природы Республики Крым. Мы двигаемся дальше и предлагаем прямо сейчас посмотреть сюжет Тани Балыкиной о парапланах. Гул ветра в голове, сотни метров под ногами и виды, от которых захватывает дух. А ведь, чтобы поднять параплан в небо, нужно всего лишь разбежаться и оттолкнуться от земли. Валерия Пичуганова в Крым приехала из Саратова. Успела покорить и горы, и море. Небо казалось ей чем-то недосягаемым. Открыть новые горизонты помог любимый мужчина, подарив сертификат на полет на параплане. Как ощущения? Отлично просто. Все, вообще все на ладони, как видно. Мне очень понравилось. Мы знаем, что это был подарок, сюрприз. Да, у нас в августе 4 года отношений. Спасибо за подарок. Я не ожидал такого. В открытом состоянии параплан кажется огромным, а на деле помещается в рюкзак. Да и весит не больше 20 килограммов. Если правильно его сложить, то подготовка к полету займет не больше 5 минут. Проверяю систему подвесную, то есть все карабины, триммера проверяю перед стартом обязательно. Параплан в поле внутри имеет профиль несущий, то есть надувается он за счет набегающего потока. В несколько рядов к куполу крепятся стропы, каждая из которых выдержит нагрузку до 150 килограммов. Управление ручное. У пилота всего два рычага клеванта, удерживающих тросы. Они помогают маневрировать и контролировать направление. Идеальный ветер для полета в 6-7 метров в секунду, перпендикулярно к склону. Лучше всего летать в хорошую погоду, потому что в дождь и грозу парить на землю опасно. При полетах в тандеме парапланом управляет инструктор. Помощь нужна только на старте. Во время разбега пассажир должен постараться устоять на ногах и синхронно повторять все движения пилота. Пока что мне не страшно, наверное, потому что мы еще не... У-у-у! У-у-у! Высота 200-300 метров, средняя скорость полета 12 метров в секунду. Зависит она от силы воздушных потоков. Интересно, что нередко направление пилотам подсказывают птицы. Ощущение от полета просто потрясающее. Парить над землей совсем не страшно. И хотя посадка у нас была экстренной, все равно все очень мягко и здорово. Когда ветер стихает, купол начинает падать, а стропы путаться. Поэтому так важно уметь чувствовать погоду, чтобы вовремя уйти на посадку. Юрий Захаров с 16 лет управляет самолетом. И уже 20 летает на параплане. Свой первый аппарат смастерил вместе с друзьями с собственными руками. Первый параплан, на котором я полетел, это было парашют-крыло. Да, просто чуть доработанное. Мы с горы разгонялись, просто слетали вниз. Потом уже пошли парапланы более современные. Уже начали их производить более серийно, более безопасно. Сегодня летать на параплане учат в специальных школах. На двухнедельных курсах будущие пилоты изучают аэродинамику, метеорологию, типы воздушных потоков и азы управления. Если теория и практика сданы успешно, можно смело покорять любую высоту. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня. А мы снова спешим пожелать всем нашим телезрителям, всем крымчанам доброго, бодрого утра. И напоминаем, что сегодня в студии еще целый час для вас будут работать Стефан Филатов и Салья Салямова. Ну а также напомню, что сегодня мы работаем в зимнем саду, который нам предоставила Академия строительства и архитектуры при Крымском федеральном университете имени Вернадского. Благодарим университет за предоставленную локацию. Ну а сейчас предлагаем посмотреть, что же этот ближайший час ожидает вас, какие интересные темы и сюжеты подготовили для вас наши корреспонденты. Где обитает южный ветер? Индеец по духу Дмитрий Прохоров поменял не только имя, но и городской комфорт на жизнь кочевника. И пока что мне не страшно, наверное, потому что мы еще не... У-у-у! Завзлетели. Вау! Экстрим в небе. Татьяна Балыкина раскроет секреты управления парапланом на высоте птичьего полета. Родители сейчас ломают голову, что же необходимо делать для того, чтобы их ребенок начал хорошо учиться. Как же его мотивировать, не прибегая к методу кнута? А вместо кнута бонусы, мастер-классы, вебинары и преемственность. Александр Кононов снова сел за парту, чтобы убедиться, в учебе все методы хороши. Лев Толстой, Бернат Шоу, Альберт Эйнштейн и Махат Маганди. Что объединяло этих людей? Об этом и не только узнаете в программе «Утро нового дня». Также хотим выразить благодарность нашему партнеру, мебельной компании «Фавила» за предоставленную мебель. И переходим сразу же к новостям. Покрышки, пенопласт, растения выше человеческого роста, останки животных и все это приправлено неприятным запахом. Нет, на самом деле речь не идет о городских свалках. Это речь идет о наших крымских реках. Но, к счастью, не все магистральные водные артерии находятся в таком состоянии. По ним прошлись наши журналисты и узнали, как сегодня реанимируют крымские реки. Татьяна сыном каждый день проходит вдоль реки Степная. Местные обитатели вызывают интерес у маленького Степана. У мамы же только разочарование. Тут даже было ограждение раньше, стояли лавочки. Но сейчас в таком вот запущенном. Когда-то набережная местной реки была местом притяжения всех горожан. Сейчас же люди обходят ее стороной. Неприятный запах, камыши, из-за которых не видно близлежащих домов, мусор и даже останки животных. Пятикилометровая река Степная протекает по всей территории Джанкоя и каждый из ее участков нуждается в срочной реанимации. В 2016 году для очистки русла реки была привлечена одна из подрядных организаций. Она собрала весь ил со дна и сложила его здесь, по всей территории набережной. До сих пор эти навалы, уже поросшие травой, продолжают лежать здесь и портить общую картину города. Очистить территорию от завалов коммунальные предприятия не могут, поскольку эти насыпи – вещественные доказательства. Идут судебные тяжбы с горе-подрядчиком. В арбитражный суд сделали заявление, подали в суд в арбитражный суд на возмещение ущерба, причиненной администрации города, на невывезенный мусор. По поручению главы республики Сергея Аксенова, городские власти разрабатывают техническое задание для разработки проектной документации на благоустройство реки и ее прибрежной зоны. Собственными силами и средствами Джанкоя не справится с проблемной рекой. Помогут республиканские власти. А вот как обстоят дела с водными объектами самого восточного региона Крыма, расскажут мои коллеги. Заросли камыша, мусор и неприятный запах. Так сегодня выглядит река Мелегчесне. Длина 16 километров. Она проходит через центр города и впадает в Керченский пролив. Александр Левочкин часто ловит в водоеме рыбу. В основном мальков. Признается, за последние годы река сильно испортилась. Вода грязная. Замечает, как местные жители бросают туда различные бытовые отходы и пластиковые бутылки. То что же превратили в болото. Значит, стоящее болото стало. И рыба-то не стала уже, как говорят. Те годы рыба ловилась нормально, а сейчас. В переводе с крымско-татарского Мелегчесме означает источник Ангела. Общая площадь бассейна больше 130 квадратных метров. Река мелководная. Госкомитет по водному хозяйству республики утвердил план очистки русла. Определить количество средств. Опять же, это определяется проектом. Сейчас запланированы средства только лишь на водолазные обследования. Собраны коммерческие предложения с нескольких организаций, кто этим занимается. Там средств порядка 14 миллионов только лишь на обследование. В рамках работ также отремонтируют гидротехнические сооружения на реке. Планируется, что Мелегчесме станет чистой до конца года. Так обстоят дела с состоянием реки Мелегчесме в городе Героя. О ситуации в Симферополе расскажут мои коллеги. А в Симферополе ситуация уже заметно меняется. Например, на набережной Салгира появилась новая тротуарная плитка. Заменили старое чугунное ограждение. Но самое главное, что в самой реке мусор теперь не плавает. Несмотря на изменения погоды, городской трафик и другие трудности, на участке в центре русло реки очистили. Причем подрядчик оценивает их не на 100, а на все 110%. Но даже на этом останавливаться не собираются. Для того, чтобы довести начатое до логического конца, приходится добирать. В принципе, в соответствии с контрактом, он выполнен и перевыполнен на сегодняшний день полностью. Хорошим результатом могут похвастаться и на других объектах. Работы по полной очистке русла Малого Салгира выполнены на 99%. В решении вопроса загрязнения рек нужен системный подход. Об этом говорят эксперты. Проблема стала наиболее актуальна после 2014 года, когда Днепровская вода перестала поступать в Северокрымский канал. Необходимо при строительстве данных объектов предусматривать очистные сооружения, которые бы позволяли сбрасывать источные воды приемлемого качества, которые бы минимально вредили природной экосистеме. Очистка рек – важный вопрос для всей республики. Работы на Салгире станут положительным примером для всех остальных регионов. Александр Фитарчак, Евгения Довжик, Мария Антишина и Алексей Романов. Новости 24. Первый модульный пункт скорой помощи готов к работе. Новое помещение построили в поселке Скворцово под Симферополем. До конца года в республике планируют открыть еще 22. Ну а в каких условиях сейчас работают те, кто ежедневно спасают жизни людей, разбиралась Анастасия Кушель. Небольшое помещение в поселке Скворцово вмещает в себе сразу две структуры. В трех комнатах – врачей-скорой, в остальных – амбулатория. Дыры в стенах, сырости, старые окна. В этом здании бригада скорой работает с 94-го года. Тогда в последний раз здесь проводили ремонт. После все поддерживали своими силами. Водитель скорой Александр Ксензов вспоминает, в этом здании 50 лет назад находился детский сад. С тех пор мало что изменилось. Здесь надо полностью капитальный ремонт делать, полностью всего. Крыши, стены. Вот видите, стенка замазана. Это сквозная трещина была. Мы ее задули пеной и сами замазали. Бригада обслуживает 11 сел. Охват большой. Отдохнуть после вызова негде. Неподалеку сотрудников уже ждет новый пункт. Он модульный, первый в республике. Внутри все необходимое для работы. Четыре фельдшера и четыре водителя скоро переедут в это здание. Шесть новых помещений. Комната приема пищи, комната осмотра медперсонала и новшество, то, чего никогда не было в прошлом пункте скорой помощи. Душевая. Вселиться в свой новый дом врачи смогут в течение недели. Строители исправляют последние замечания. Быстрые возводимые здания. Плюсы в том, что по новым технологиям морозоустойка. Перепадам не подвержено. Ну и, в общем-то, по эстетике. По симпатичнее, скажем так, обыкновенных зданий. Своей очереди на переезд ждет бригада в поселке Новоселовское Раздольнинского района. Здание советской постройки в полу только в прошлом месяце золотали дыры. На окнах пленка, чтобы не продувала сквозь огромные щели. Обои отслоились. В непогоду приходится делать перестановку. Когда дождь идет, потолки текут. Приходится, чтобы отдохнуть, кушетку двигать. Ставятся суды всякие. В бригаде пять фельдшеров и четыре водителя. К новому модулю есть несколько пожеланий. Все необходимые условия. Санузел, место для отдыха, фельдшерская комната, водительская комната, чтобы все оборудовано было. Новое здание уже начали возводить. Идут подготовительные работы. Участок находится в низине, поэтому уровень здания будут поднимать. После приступят к монтажу конструкции. На это уйдет три недели. До конца этого года установят 22 модульные станции. У нас расписанный план график. Каждые три недели будет 2-3 модуля в эксплуатацию вводиться. На следующий год глава анонсировал миллиард 300 дополнительных средств, которые будут выделяться как на модули, так и на амбулатории, ФАПы. Что, в принципе, позволит практически 90% нашего жилого фонда обновить. Всего в республике 83 станции скорой помощи. Все они нуждаются в новых зданиях или капитальном ремонте. Условия для работы медиков будут улучшать, чтобы они заботились только о пациентах и могли отдохнуть после тяжелой работы. Анастасия Коша и Руслан Князев. Новости 24. Всем крымчанам, всем, кто присоединился к нашему эфиру и, конечно же, самому себе тоже и тебе, Саля. Хочу напомнить, что на дворе уже 1 октября. А не верится, будто бы лето еще было вчера. А уже скоро, уже и середина осени. А мне до сих пор не верится, потому что мы находимся в таком зеленом месте, где, кажется, осень отменили и здесь лето царит круглый год. Ну, а вообще еще создается впечатление, что мы находимся в джунглях. Если это так, то если у вас тоже создается такое впечатление, то, надеюсь, нам удалось вас удивить. Ну, а прямо сейчас предлагаем посмотреть о том, какой будет синаптическая картина именно сегодня. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну, и сейчас я предлагаю опять-таки более подробно знакомиться с климатическими показателями сегодняшнего дня. В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков температура воздуха при этом составит до 24 градусов со знаком «плюс». Переменная облачность и в Севастополе будет также. Дождя при этом не ожидается. Ветер будет западный 7-12 метров. Порывы будут достигать 15 метров. Ну, а температура 14-16 утра, а днем 23-25. Похожая картина будет и на южном берегу Крыма. Там переменная облачность, при этом небольшой дождь, поэтому не забывайте зонтики, выходя из дома. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, а температура воздуха днем составит от 23 до 25 градусов выше нуля. Не ожидается дождя и в Керчи, что немаловажно. Осадков там не будет, несмотря даже на переменную облачность. Ветер юго-западный днем будет достигать 6-11 метров в секунду. Ну, а вечером 14-14. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, а уже ближе к вечеру 24-26. Вот такая вот будет у нас сегодня погода. Ну, а прямо сейчас предлагаем рассказать о новостях Ялты. Дело в том, что местные жители обратили внимание на состояние кованых сердец, которые вдруг замироточили или заплакали. Я не знаю, как это назвать, но действительно из них просто полилась вода, и вокруг образовались лужи грязи. И как рассказывают сами комментаторы в социальных сетях, эти кованые фигуры установил мужчина для своей любимой женщины, не просто так, в виде сердец. И их по периметру украшали горшки с цветами. Но в скором времени, конечно же, нашлись те, кто посигнул на эти цветы и, видимо, прикарманил, забрал их домой. А в итоге пострадали сами фигуры. В будущем цветы, конечно же, восстановят, высадят их там заново. Но пока что там везде лужи и грязь, и люди, конечно же, не остаются равнодушными, потому что это место очень обожаемо ялтинцами и гостями города. Все любят там фотографироваться. А теперь к этим сердцам и подойти невозможно, потому что везде вот просто лужи и грязи. К сожалению, потому что такая красивая романтическая история, где вдруг кто-то решил показать свою любовь в виде установленного таким образом памятника. Знаешь, Саля, значит, это еще не конец, потому что, как мы все знаем, романтические истории должны заканчиваться хэппи-эндом. Конец, значит, не за горами. Но пока мы его ожидаем все, я предлагаю перейти на улицы Симферополя и узнать, о чем же нам сейчас расскажет наш мобильный корреспондент Ирина Борилюк. Снова доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители, всем, кто присоединился к нашему эфиру. А я нахожусь на бульваре Франко. И, как вы видите, неподалеку от меня такие красивые рисунки детей. Не знаю, как вас, а меня лично не может не порадовать такие солнечные приемы. Ну и сейчас опять-таки расскажу ту новость, которая касается водителей. Не знаю, как она их обрадует или нет, но тем не менее... Но знать это нужно. Да, если предупрежден, значит вооружен, как говорится. На Крымском полуострове появился специализированный автомобиль. Автомобиль. Это не просто машина ГИБДД, которая ездит, например, и фиксирует нарушения. Наоборот, она фиксирует нарушителей каким-то образом, выясняет, выявляет тех водителей, которые не оплатили вовремя штраф или не думают даже это делать. И машина в итоге вычисляет их по номерам, преследует и, наверное, как-то догоняет. Кстати, сейчас стало известно, что этот автомобиль патрулируют по крымским дорогам с 1 августа. К сожалению, когда такой патруль закончится, сказать пока нельзя. Это все держится под секретом. Но я думаю, что это неплохой стимул для того, чтобы те, у кого остались задолженности... Пойти и оплатить штраф. Пойти и оплатить штраф. И, что немаловажно, впредь не нарушать закон. Ну, самое интересное, то, как называется этот специализированный автомобиль Скорпион. Видимо, потому что он все-таки жалит. Не просто так, он проезжает мимо и фиксирует. И он даже может увидеть двойников машин. То есть те машины, которые присвоили себе ненастоящие номера. Слушай, ну, звучит очень интригующе. Как из фильма какого-то, правда? Как из фильма, да. Хотелось бы просто увидеть даже, что это за машина такая. Очень интересно. Не знаю, мне кажется, когда-нибудь и этот факт войдет в историю. И о нем будут говорить уже наши потомки. Будут обсуждать, что вот когда-то был и такой автомобиль. Но о том, что уже вошло в историю и конкретно произошло в этот день, узнаем дальше. 1 октября во всем мире отмечается День вегетарианства. Он был введен в 1977 году в Северной Америке. Основных видов вегетарианства всего 5. Разница лишь в широте рациона. Спорными продуктами считаются яйца, молоко и рыба. Зародилось это течение еще в Азии на основе религии буддизма и индуизма. Первое вегетарианское общество появилось в Англии в 1847 году. В России же большой вклад в распространение этого направления внес Лев Толстой. Также не ели мясо Эмиль Золя, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Фридрих Ницше, Франц Кавка и Махат Маганди. В 2016 году альпинистка Мария Страйдем решила покорить Эверест, чтобы развеять миф о беспомощности веганов. Однако ее попытка не увенчалась успехом. До вершины горы женщина так и не добралась. Сегодня около 5% населения Земли вегетарианцы и с каждым годом их число неуклонно растет. Саля, признавайся, занимаясь дома своими какими-то личными домашними делами, любишь подпевать или все-таки предпочитаешь работать под музыку? Конечно же, я люблю и подпевать, и работать под музыку. И даже сейчас, признаюсь, музыка звучит в моей голове, какие-то там мотивы парам-пам-пам. Звучат, чтобы было веселее. Это значит, что у тебя утро доброе, вот с кого нужно брать пример. Кстати, работать под музыку любят и крымчане, и в принципе россияне. Недавно подвели статистику, опросили множество людей, узнали, под что они любят работать. Ну и в принципе, любят ли они под музыку работать. Оказалось, что любят и работают под музыку больше половины наших соотечественников. Это их стимулирует, конечно же, к такой повышенной трудоспособности. Работают в возрасте, вернее, слушают музыку во время работы от людей от 25 до 34 лет. Каждый четвертый предпочитает зарубежную музыку и такие популярные композиции, таких групп, как Рамштайн, Куин и Майкла Джексона. Ну а 20% выбирают во время работы отечественные хиты. В пятерке лидеров, как бы вы могли подумать, кто? Ну, конечно же, сам Шнуров, Лепс, Цой и Высоцкий. Ну и среди них вдруг оказался рэпер Оксимарон. Ну а куда же без рэпа? Сейчас это популярно и современно. И, кстати, надо отметить, что многие люди сами подбирают плейлисты, под которые работают. Ну и есть такой контингент. Кстати, очень много людей любят работать под радио. Это, конечно, удобно, комфортно и не обременяет никакими дополнительными процедурами. Кстати, это дополнительная мотивация, как ты уже сказала, к работе. А вот кто еще разбирается в мотивации, так это наш корреспондент Александр Кононов. Это Сережа. Сережа не хочет учиться, а значит, не получит знаний для престижной профессии. Не будь как Сережа, учись. Если вы сталкивались с такой проблемой, то вы наверняка уже занялись поиском ее решения. Особенно она актуальна среди учащихся старших классов. Учебный сезон в самом разгаре, но многие школьники так до сих пор и не могут настроиться на процесс обучения. У каждого на это есть свои причины, поэтому родители сейчас ломают голову, что же необходимо делать для того, чтобы их ребенок начал хорошо учиться. Как же его мотивировать, не прибегая к методу кнута? Для того, чтобы вызвать интерес к предметам, нужно быть всегда на одной волне с учениками. Именно поэтому в наше время многие школы стали использовать современные системы мотивации в образовании. Один из вариантов – это преемственность, когда школы проводят творческие встречи учащихся с успешными выпускниками. Когда эти ребята живые, знакомые, родные такие, сидят на сцене и рассказывают о своих успехах, это лучший мотиватор. И мы создаем эти условия. Второй не менее действенный вариант – объединение в группы для проведения урока по системе обсуждения, когда во время занятий формируются команды по разному уровню знаний. Современный ребенок, он не готов сидеть 45 минут в какой-то стойке послушания. Ему нужно общаться. И вот эта групповая работа, которую вы видели, позволяет высказаться. Ребята спорят, ребята выдвигают свои версии. Кроме этого, существует бонусная система образования, когда школьники принимают участие в олимпиадах от университетов, где баллы за выигранную олимпиаду добавляются к результатам вступительных экзаменов, что помогает обойти других претендентов. Ну и, конечно же, новые формы образования, такие как вебинары и онлайн-мастер-классы. Нежелание учиться нередко говорит о том, что ваш ребенок, возможно, еще не определился с профессией. Тут важно выявить его навыки и способности и помочь ему развить их. Я должен быть примером для всех своих сокоматников, поэтому спорт также мотивирует меня хорошо учиться. Одной из главных мотиваций является внедрение в школы новейшей технологии. Творчество для меня является одной из мотиваций, чтобы получить хорошую профессию и поступить в хороший университет. Остается лишь набраться немного терпения, приложить усилия, и тогда все получится. Трудности бояться не стоит. Нужно их смело преодолевать и не расстраиваться. Ведь самое сложное еще впереди. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Сефа, ну вот мы с тобой обсудили и городские новости, и новости всекрымского масштаба. А вот селам как-то внимания не уделяем, а зря. А ведь там жизнь тоже меняется. Вот в какую сторону? В лучшую или худшую? А ты знаешь, вот скоро им, жителям сел и самим селам, конечно же, внимание будет уделено, потому что сейчас разрабатывается проект «Мое село. Бери и делай». И подробнее об этом нам расскажет Дмитрий Зеленский, директор фонда поддержки предпринимательства Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Кононович, расскажите, пожалуйста, что именно сегодня меняется в селах? Что это за проект? На что он направлен? Мы уже третий раз будем проводить проект «Мое село. Бери и делай». И придумали мы его несколько лет назад, когда смотрели статистику и поняли, что сегодня в Крыму 49% населения проживает именно в сельской территории. А всего поселений у нас порядка тысячи. Мы понимаем, что почти 50% тех людей, которые как раз связали свою жизнь с селами, с поселками, с небольшими, соответственно, поселениями. И понимали, что изменить там жизнь и захотеть там остаться можно при нескольких, соответственно, ситуациях. Во-первых, когда ты знаешь, что это село будет развиваться, что впереди есть какие-то перспективные проекты, возможно, стратегические проекты, которые будут попадать в реал этого проживания нескольких, возможно, сельских поселений. А во-вторых, чтобы там как-то бурлила жизнь. И когда мы озадачились этой темой, мы поняли, что особо там никаких не ивентов, никаких мероприятий не проводится. И, конечно, наша основная задача – это развитие малого и среднего бизнеса. Но поняли, что в этом проекте можно сделать только лишь увязав три группы населения. Это, в первую очередь, бесспорно, предприниматели, которые являются наиболее активными, да, жителями и городов, и сел. Вторая история – это, соответственно, просто активные жители и представители органов местного самоправления. И мы придумали проект, когда сами жители начинают менять внутри села процессы. Ну вот как конкретно они именно меняют? Что для этого нужно? Да, что для этого нужно? Мы выбрали несколько пилотных территорий. Мы провели для них обучение проектных команд, когда мы их вместе собрали и показали, что можно привлекать средства через краудфандинг. Можно привлекать средства просто своими, соответственно, усилиями разговаривая с рядом жителей, которые могут вложиться в ту или иную историю. И вещи очень простые. Это маленькие, теория малых дел, маленькие проекты. Был у нас проект, допустим, один из первых. Это село Суворова, да, которое находится, спутник Армянска. И там, допустим, не была отремонтирована стела в течение 10-15 лет вообще. Да, и, соответственно, конечно, когда мы проезжаем около этого населенного пункта, видя эту стелу, не факт, что мы заедем в этот населенный пункт и что-то там купим, воду, не знаю, там еще какие-то, соответственно, вещи и оставим там, соответственно, денежку этому предпринимателю. Это номер раз. Вторая тема – это выбрали сами жители. Это сделать, соответственно, убрать площадку, которая была поставлена несколько лет назад, но как-то до нее руки не доходили, а там, в принципе, дети играют каждый день. И знаете, сколько, как вы думаете, сколько лет в этом небольшом поселке, селе не было праздника села? Я думаю, десятки лет. А был ли вообще? Абсолютно право. 10 лет. 10 лет. Соответственно, да, они выезжают в город рядом, но нет своего какого-то объединяющего мероприятия. И когда мы начали вот в этих смыслах, соответственно, копаться, и в следующих потоках у нас начали появляться новые села, допустим, было такое село Морское. А вы знаете, что из села Морского берет свое начало группа кино, да? И вот у нас в каждом маленьком селе есть свои истории, которыми мы можем тоже гордиться. И когда мы начинаем эти истории, соответственно, разворачивать, распаковывать, и начинаем что-то в них, соответственно, делать, создается вот как раз вот это первое движение. Поэтому мы, получив положительные результаты после первых, соответственно, ВОЛ, мы так их назвали, да, еще важно отметить, что мы не просто учим проектные команды, да, мы еще и организуем встречи с различными министерствами, ведомствами, у которых есть программы поддержки. Дмитрий Годнанович, ну, хорошо, я понимаю, что, какая может быть выгода для самих сельчан, да? Их село преображается, все этому только радуются. Какая выгода для предпринимателей? Как можно вложиться в село? Оно же никакой доход не дает в итоге. Зачем это бизнесменам? Очень выгода прямая, выгода прямая, потому что, первое, предпринимателю что нужно? Любой проект, который он начинает, ему нужны кто? Работники. Ему нужны люди, которые будут в этом проекте принимать участие. Если экономически активное население выезжает в город, кто остается работать? Недавно я смотрел хорошее выступление Гузели Сланджаповой. Я думал, что мы одни тут все развиваем село. Оказалось, что таких примеров по стране достаточное количество. И это предприниматель, которая начала в своем небольшом селе развивать не только свой бизнес, но и вовлекать в него бабушек, которые начали собирать, соответственно, ягоды. После этого они упаковывают это все в чай, продают, соответственно, сетям и так далее. Смысл в чем? Это возможность, во-первых, сохранить тех людей, которых ты можешь вовлечь в бизнес, это раз. Во-вторых, когда ты создаешь какие-то плюс, мероприятия, это возможность, чтобы к тебе приедут и поучаствуют, увидят село и оставят там, соответственно, тоже какие-то деньги в момент этого мероприятия, в твоем магазинчике, воспользоваться твоими услугами и так далее. И третья история, которая очень важна, которую я вам тоже сказал, это вот если вы едете по трассе, и вы видите покосившийся забор, вы видите разрушенную стеллу, какой шанс, что вы остановитесь около этого населенного пункта? Наверное, невысок, да, потому что вы поедете, о, а вот здесь покрасивее, да, вот здесь вот какой магазинчик аутентичный. Вы говорите непосредственно о развитии самой поселковой территории? Бесспорно, потому что это связаны, почему мы взяли как раз три категории, не просто предприниматели, которые и так развивают свой бизнес, мы вовлекаем в этот процесс еще и активных жителей и, соответственно, мероприятия поселковой администрации. Я все-таки не могу понять, какая роль активных жителей, что они делают, как они вкладываются. Они учатся в этом процессе, если мы говорим про праздник... Но они финансовые или каким образом? Нет, они просто своим временем, если мы с вами сейчас, допустим, представим, да, я пусть буду активный житель, вы предприниматель, вы представитель поселковой администрации, мы с вами договорились, что в течение трех месяцев мы с вами проведем детский праздник, мы приведем в порядок несколько объектов и все, и мы поехали собирать за руки своих друзей, знакомых, искать ресурсы и вместе реализовывать этот проект. Просто одному сложнее, а трем уже, соответственно, веселее, да, и плюс мы друг друга еще и будем поддерживать. Вы будете мне звонить и говорить, Дмитрий, а ты там обещал прийти тогда-то, а что ты не приходишь? А если я один сам по себе, я этот график могу растянуть на годы вперед. Поэтому сейчас мы запустили третью волну, мы получили уже более 15 заявок, пул заявок закончится на 50, в этом году мы возьмем только 50, соответственно, территорий. То есть 50 сел? 50 сел, поэтому те, кто успеет сейчас заявиться на фрбк.ру, оставить свою заявку, он обязательно попадет вот в этот 50, соответственно, сел, которые пройдут первое обучение, от идеи до реализации такой будет в этом году курс. Соответственно, мы им поможем, каким образом нужно привлекать средства, в том числе и краудфандинговые. Мы покажем им варианты примеров, проектов, и тем самым мы сейчас, еще раз повторяю, запускаем вот эту большую машину вовлечения жителей в процесс своей, наверное, выстраивания своей жизни, в том числе в селе. И далее через встречу, как я вам говорил, с представителями различных министерств, различных ведомств, мы показываем, какие программы есть, в которых может участвовать село. Потому что каждая из программ, она в большинстве своем является заявительной, когда село или район заявляется. Но для этого, еще раз говорю, инициатива нужна, соответственно, снизу. И мы увидели в этом как раз зерно развития не просто села, но и развития предпринимательства. И, возможно, те активные жители, которые примут участие в этих программах, они захотят стать предпринимателями. А в этом им поможет фонд поддержки предпринимательства, дом предпринимателя, где мы от первого шага, от консультации, регистрации бизнеса, финансовой поддержки, можем оказать помощь. Как вы сказали, в этом году программа реализовываться будет уже в третий раз. Существует ли статистика? И что можно говорить вообще о статистике прошлых лет? Можно зайти в группу. Вот сегодня я, готовясь ко встрече, просматривал группу ВКонтакте, где как раз те команды, которые уже прошли обучение, выкладывают свои истории реализованных проектов. Их масса на сегодняшний день. Мы уже их не администрируем, потому что появляется некая зона для общения. Это и, как я говорил, детские площадки, это и праздники села, это и восстановление каких-то памятников. И так далее, и так далее. То есть, еще раз говорю, мы не ограничиваем те проекты, которые делают наши жители. И итог, вот здесь важно еще отметить, мы будем подводить 6-7 декабря. В эти даты будет у нас проходить ежегодный форум «Деловой Крым», ставший уже традиционным. И мы как раз сделаем отдельную секцию по развитию сельских поселений. И в том числе подведем итоги реализации данного проекта. Будем держать вас в курсе дела, потому что, я думаю, что мы еще пригласим в момент реализации проектов на территории. Ну, а вот какие самые масштабные проекты удалось осуществить? Ну, вот вы сказали, что начиная от детских площадок, заканчивая стеллами, памятниками. Наверное, это праздники села, на которых собирались сотни людей. Но еще раз повторю, что главная цель этого проекта не супермасштабные дела, а теория малых дел. Потому что, если будет 10, 20, 30 вот таких маленьких мероприятий, сплачивающих жителей села, то дальше уже выстраивается и другой диалог, когда можно разговаривать и говорить о том, что вот в ближайшее время у вас будет реализоваться большой инвестиционный проект, и потребуются такие-таки и такие-таки кадры. И люди уже, потому что они готовы и воспринимать информацию, но что они становятся более активными. Плюс, еще раз повторю, глобальные проекты пойдут дальше, когда эта активная уже группа людей будет говорить о том, что вот здесь нам нужна, соответственно, площадка. А мы знаем, что Министерство, допустим, спорта будет по региону ставить больше 100 спортивных объектов. Вот мы хотим, чтобы он был здесь. Давайте мы подготовим под это заявку. Давайте мы сходим еще в администрацию районную. Их, соответственно, тоже под это дело подключим. Еще раз повторю, что сейчас это первые шаги, первые шаги по запуску вот такого большого, соответственно, проекта, который, еще раз повторю, сейчас, как оказалось, реализуется и в других регионах страны. И в этом есть большая потребность и большая необходимость. Дмитрий Гонданович, спасибо вам за такую интересную беседу. Но нашим телезрителям я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Зеленский, директор фонда поддержки предпринимательства Республики Крым. Но мы движемся дальше, и наш эфир продолжит. Новости, которые собрали для вас со всего интернета наши корреспонденты. Парит, словно птица в небесах. Юная девушка показала головокружительную акробатику. Аэробатут позволяет осуществить различные трюки в воздухе без особых сложностей. Таким образом, даже новичок сможет выполнить ряд простых хореографических элементов. В Красноярском крае прошла акция по восстановлению леса посадок, во время которой робот посадил дерево. В дальнейшем разработчики планируют выпустить более улучшенные модели. Они также будут оберегать окружающую среду. Во время приземления на парашюте молодого туриста встретили не особо гостеприимно. Местные кенгуру сразу начали защищать свою территорию. Животные пустили в ход даже рукопашный бой. К счастью, парень сумел избежать наказания. Неземное изобретение привлекло внимание зрителей. Мужчина выбрал необычный способ передвижения. Этот чудо-трон сделан вручную. Жаль только, что большую скорость он не развивает. По всей видимости, правил порядка в этом магазине не существует. Администрация организовала акцию, но такой реакции от посетителей никто не ожидал. Набрать большое количество товара и бежать к кассе. Вот девиз покупателей. Погодные условия в Рио-де-Жанейро напугали беззаботных туристов. За несколько минут со стороны Атлантического океана порывы ветра пригнали сильную бурю. Чтобы избежать неприятностей, отдыхающим пришлось покинуть общественный пляж. Соблюдать чистоту и порядок должны не только люди, но и животные. Видимо, так считает местная сорока, которая подбирает общественный мусор и выбрасывает его в урну. Поведение пернатого помощника заслуживает уважения. Собрана в метро бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса. Это видео стало буквально вирусным. Его абсолютно каждый смотрит и не может остаться равнодушным. Дело в том, что у этого видео есть и своя глубокая история. Эта женщина, которая, как мы сказали, бездомная, не имеет своего жилья, является нашей соотечественницей. И 30 лет назад она эмигрировала из России. Она является профессиональной скрипачкой. Некоторое время в Америке работала музыкантом, но потом кто-то украл скрипку, и она не смогла зарабатывать. И в итоге не смогла платить за аренду и вынуждена была уже жить на улице. Трудно представить, как вот такая мелочь может изменить, повернуть судьбу человека. И что произойдет дальше. Но главное, что это видео, как ты уже заметила, стало очень популярным. И наверняка многие надеются, что женщину все-таки заметят, увидят ее таланты. И, возможно, ее жизнь заиграет другими красками. А ты знаешь, уже заметили. Потому что тысячи людей стали предлагать свою помощь как денежную, так и в виде работы, в плане работы. И я думаю, что она рассмотрит предложение, и в итоге ее судьба наладится. В общем, такие чудеса. Хотелось бы в это верить, потому что все-таки мир не без добрых людей, ну и таланты должны быть замечены. Но мы движемся дальше и переходим на улицы Симферополя, где уже ожидает наш мобильный корреспондент Ирина Борилюк. Давайте узнаем, что же она сейчас для нас приготовила. Да, коллеги, я нахожусь на улице Декабристов. А хочу отметить, что за прошлую неделю было зарегистрировано 106 записей актов о рождении детей. Таким образом, 58 было мальчиков и 48 девочек. Ну, как говорится, богатырей больше, которые будут защищать нас женские слабые полы. И это прекрасно. А самое интересное, что нам воспрещенные родители больше всего давали свои предпочтения таким именам женским, как Алиса и Арина, а мужские Дмитрий и Михаил. Так что берем на заметочку. А я на данный момент нахожусь неподалеку от дороги. И хотелось бы рассказать о том, где же пробки у нас сейчас. Время неминуемо приближается к 9 часам, когда, в принципе, основная масса людей спешит на работу. И пробки на улицах Куйбышева, также на проспекте Победы, район Севастопольской. Поэтому, если вы попали, к сожалению, в пробку, я опять же желаю вам как можно скорее из нее выбраться и добраться с хорошим настроением и вовремя на работу, чтобы успеть сделать все свои дела. И напоследок хотелось бы рассказать новость для автолюбителей о том, что в ближайшее время планируют внедрять пластиковые, точнее электронные водительские удостоверения. Таким образом, данный вопрос рассматривается и, к счастью, наши власти учитывают такой момент свободы выбора. Чтобы человек, который хочет, мог приобрести, иметь уже в наличии пластиковые водительские права, но также и электронные. Касаемо электронных, по поводу времени говорить еще рано, так как определенный ряд действий необходимо провести для того, чтобы этот вопрос смог быть реализованным. Как минимум, внести определенные поправки в действующие нормативные правовые акты. Так как технический прогресс не стоит на месте, почему-то мне кажется, что в скором времени все перейдут именно на электронное водительское удостоверение. Ну а на этой ноте у меня все. Я желаю вам хорошего, бодрого, активного продолжения дня и также рабочей недели. И с удовольствием передаю слово студии. Не была тяжелая ответственная профессия, а работа, место веселью и тому, чтобы разнообразить свои трудовые будни, всегда найдется. Это, кстати, доказали недавно строители, которые занимаются трассой Таврида. Провели необычный флешмоб. Он называется «Тетрис Челлендж». Тетрис Челлендж заключается этот флешмоб в том, что в нем принимают участие представители скорой помощи, аварийной, газовой службы или, например, сотрудники аэропортов и другие. В общем, для этого надо лечь на дорогу и рядом выложить с собой все то оборудование, которое есть в служебной машине и которым ты пользуешься. Причем это надо сделать, выложить так ровно и аккуратно по периметру прямоугольника либо квадрата. И после чего все это фотографируется с высоты птичьего полета. И действительно, картинка выглядит как настоящий Тетрис из таких мелких деталей. При этом внутри обязательно должны находиться сами люди, сами работники. Уже 9 тысяч компаний приняли участие в этой акции, выкладывают свои фотографии под соответствующим хэштегом. Их все можно увидеть в интернете, в социальных сетях. Ну и стоит отметить, что действительно наши строители тоже присоединились к необычному такому мероприятию. Если вы представитель какой-то необычной профессии, работа у вас необычная, наверняка таких фотографий еще в социальных сетях нет. Поэтому, если у вас есть свободное время, настоятельно рекомендуем присоединиться. Ну а дальше наш эфир продолжит сюжет про необычных людей, которые предпочитают жить в вигвамах. Лес, чистый воздух и ледяная вода из колодца. 11 лет назад программист Дмитрий Прохоров променял городской комфорт на жизнь кочевника. Купил мотоцикл, переехал в вигвам и даже сменил имя. Теперь его зовут Южный ветер. 11 зим уже перезимовали в разных местах. В одном месте зимовали дважды. Понравилось под судаком. А так каждую зиму в разных местах. Ну, месяц-полтора переезжаем. Живет Дмитрий в Типе. А это переносное жилище кочевых индейцев. Его он собрал из сосновых веток и брезента за полтора часа. В любом месте Типе можно дотронуться до земли и увидеть небо. Если это правило не соблюдается, значит, это уже не Типе. На внутренней стороне чехла традиционная символика североамериканских индейцев. Пространство разделено на две зоны. Справа женская, а слева мужская. Есть место для сна, алтарь и очаг у входа. Веточки самые специальные. Выбираем самые красивые, чтобы гостям было приятно их подбрасывать в огонь, чтобы никто не мерз и не колючий. Лучше всего использовать, конечно, дуб, клен. Такие породы, которые не стреляют. Скумпию нельзя использовать. Нельзя, потому что искры из этих дров могут прожечь одежду. А без костра никак. Во-первых, он нужен, чтобы согреться. Во-вторых, для приготовления пищи. А ведь в таких условиях даже чай получается особенно ароматным. Тем более, что варят его из сезонных трав в собранных горах. Одно из главных украшений жилища – ловцы снов. Они повсюду под куполом, на стенах и даже на деревьях у входа. Таких оберегов Дмитрий создал около 10 тысяч. Ловцы снов, конечно же, гармонизируют пространство, улучшают настроение, приносят удачу. Вот видите, паутинка и дырочки. Плохие сны путаются в паутинке, хорошие пролетают в дырочки и снятся. В основе дикая лесная лоза, собранная в определенный период года на рассвете перья, полудрагоценные камни и нитки. Делают их исключительно, находясь в хорошем расположении духа, ведь завязывая каждый узелок, принято желать счастья будущему владельцу. Александр Корнович, Татьяна Балыкина, Ольга Литвиненко. Утро нового дня. Саль, ты знаешь, что в строительстве очень много-много всяких тонкостей. Я знаю, но я знаю, что иногда эти тонкости требуют действительно профессионального обсуждения и внимания. Как же без этого? Поэтому предлагаем сегодня как раз-таки поговорить с Игорем Михайловичем Дьяковым, заведующим кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем с того, что же такое инженерно-геологические технологии. Что это в принципе? Звучит очень сложно. Дело в том, что все здания опираются на грунт. Мы видим то, что сверху, но мы не видим то, что внутри. И вот состав грунтов, горные породы, минералы, все это составляет инженерно-геологические условия. Достаточно емкое, большое понятие, в котором вскрыто очень много неожиданностей, сложностей для строительного освоения. Вы, наверное, часто слышите такие термины, как оползни, обвалы, селевые потоки, подтопления. Все это создает определенные проблемы для освоения, для строительства. И, соответственно, любой инженер-строитель, любой проектировщик не может не учитывать эти факторы во время строительства. Для того, чтобы осваивать территории, нужен целый комплекс мероприятий. Это и специальная инженерная защита территории, это особые подходы к проектированию фундаментов, это те методы, средства, которые позволяют беспрепятственно в дальнейшем осваивать вот такие сложные территории, оползнеопасные и с прочими проблемами для строительства. Мы на протяжении уже нескольких лет готовим специалистов, в частности, на кафедре «Открыта магистовская программа», геостойкое строительство зданий и сооружений, и ее ориентация именно на освоение таких сложных территорий. К сожалению, с каждым годом сложности только возрастают. Связано это с увеличением плотности застройки. Например, если мы посмотрим на город Ялта, который сейчас и который было лет 50 назад, мы увидим, что практически не видно уже гор, не видно зеленых насаждений, стена зданий. И вот увеличение этой плотности создает проблемы для самих же строителей, потому что есть взаимовлияние зданий, есть воздействие на те же оползни, которые при дальнейшей застройке могут активизироваться, и надо еще больше средств для того, чтобы закрепить эти оползни. Игорь Михайлович, если говорить о Ялте, нельзя ли, например, сравнить ее с таким спящим вулканом, который в любой момент может проснуться, и неизвестно, что тогда грозит самим жителям Ялты? Я имею в виду в переносном смысле, то есть строительство в горной части, где, как вы сами сказали, постоянные оползни происходят. И будут ли там обвалы происходить и разрешения домов? Да, если не учитывать это, если не принимать определенные действия, то, естественно, дальнейшая застройка приводит к воздействию, более серьезному воздействию на геологическую, инженерно-геологическую следу. Естественно, это пригруз оползней, а еще надо не забывать, что это сейсмоопасный район. То есть вот это активное освоение, оно, естественно, создает определенные угрозы. Но здесь еще какая проблема? Дело в том, что строительством занимаются различные российские подрядчики, не все они нам известны, но все ли они обращаются, например, за такой помощью? Да, в последнее время стало больше обращений именно от проектировщиков, которые впервые работают в нашем регионе, которые не сталкивались с этими условиями. Зачастую какие-то нам приходится ошибки исправлять путем выдачи заключений, обследования зданий, определения тех или иных проблем, которые могут возникнуть или уже возникли. Во многих случаях обращаются именно за советом по поводу тех инженерных решений, которые наиболее подойдут в данных условиях, чтобы сохранить инженерно-геологическую следу, сохранить природную следу. Ну, а есть те, которые не обращаются, так понимаю, и как они строят, неизвестно. К сожалению, очень много ошибок, но прежде всего это ошибки тех проектировщиков, которые впервые столкнулись. Ошибки в плане выбора типа фундамента, в плане закрепления среды, вплоть до того, что засыпки пазух котлована, когда идут просадочные грунты, засыпают песком, это приводит к тому, что дальше будут проблемы с неравномерной осадкой фундамента, и, соответственно, со зданием. Стало в последнее время, вот, как бы, это такой положительный момент, стало модно обращаться за анализом территории. То есть рассматриваются возможные факторы, что может создать проблемы для зданий, территорий в дальнейшем. Делается анализ, заключение по наиболее целесообразному освоению территории. Это достаточно позитивный фактор. Если бы каждая территория обследовалась перед тем, как начиналась застройка, обследовалась не только с точки зрения геологии, а с точки зрения размещения зданий, где лучше сделать инженерную защиту, где лучше отвезти под какие-то игровые площадки, где лучше разместить здания. Вот такой подход, он позволил бы, если бы его повсеместно использовать, позволил бы избежать очень многих ошибок при застройке. Ну а вот глядя на Ялту, можно здесь сказать, что, в принципе, все дома построены правильно? Или вот вы, как специалист, понимаете, что нет? И через 10 лет это чревато какими-то угрозами? К сожалению, очень много зданий, которые имеют трещины, повреждения. Это уже говорит о том, что что-то сделано не так. Возможно, нет какой-то инженерной защиты. Возможно, неправильно выбраны фундаменты. Возможно, новое строительство подействовало на эти здания. Игорь Михайлович, это касается только Ялты или это всего Крыма? Нет, это касается всего Крыма. Вот даже те территории, которые на вид, казалось бы, беспроблемные, например, Симферополь, Северный Крым. Тем не менее, вот если мы походим внимательно, посмотрим на здания, мы увидим трещины, деформации. К сожалению, у нас очень много таких, ну, более скрытых, что ли, проблем для обычного взгляда. Например, просадочные или набухающие грунты. Когда попадает вода в основание, здание начинает где-то давать просадку, где-то, наоборот, идет подъем фундамента. Все это приводит к повреждению. Игорь Михайлович, простите, время нашей беседы уже подходит к концу. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что в гостях у нас Игорь Дьяков был. Дьяков, заведующий кафедрой геотехники, конструктивных элементов зданий Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского. Но мы движемся дальше и расскажем вам о полетах на парапланах. Гул ветра в голове, сотни метров под ногами и виды, от которых захватывает дух. А ведь, чтобы поднять параплан в небо, нужно всего лишь разбежаться и оттолкнуться от земли. Валерия Пичуганова в Крым приехала из Саратова. Успела покорить и горы, и море. Небо казалось ей чем-то недосягаемым. Открыть новый горизонт и помог любимый мужчина, подарив сертификат на полет на параплане. Как ощущения? Отлично просто. Все вообще на ладони как видно. Мне очень понравилось. Мы знаем, что это был подарок, сюрприз. Да, у нас в августе 4 года отношений. Спасибо за подарок! Я не ожидала такого. В открытом состоянии параплан кажется огромным, а на деле помещается в рюкзак. Да и весит не больше 20 килограммов. Если правильно его сложить, то подготовка к полету займет не больше 5 минут. Проверяю систему подвесную, то есть все карабины, триммера проверяю перед стартом. Обязательно параплан. Полы внутри имеют профиль несущий, то есть надувается он за счет набегающего потока. В несколько рядов к куполу крепятся стропы, каждая из которых выдержит нагрузку до 150 килограммов. Управление ручное. У пилота всего два рычага клеванта, удерживающих тросы. Они помогают маневрировать и контролировать направление. Идеальный ветер для полетов 6-7 метров в секунду, перпендикулярно к склону. Лучше всего летать в хорошую погоду, потому что в дождь и грозу парить на землю опасно. При полетах в тандеме парапланом управляет инструктор. Помощь нужна только на старте. Во время разбега пассажир должен постараться устоять на ногах и синхронно повторять все движения пилота. Пока что мне не страшно, наверное, потому что мы еще не... У-у-у! Мы уже взлетели. Высота 200-300 метров, средняя скорость полета 12 метров в секунду. Зависит она от силы воздушных потоков. Интересно, что нередко направление пилотам подсказывают птицы. Ощущение от полета просто потрясающее. Парить над землей совсем не страшно. И хотя посадка у нас была экстренной, все равно все очень мягко и здорово. Когда ветер стихает, купол начинает падать, а стропы путаться. Поэтому так важно уметь чувствовать погоду, чтобы вовремя уйти на посадку. Юрий Захаров с 16 лет управляет самолетом и уже 20 летает на параплане. Свой первый аппарат смастерил вместе с друзьями с собственными руками. Первый параплан, на котором я полетел, это было парашют-крыло. Просто чуть доработанное. Мы с горы разгонялись и просто слетали вниз. Потом уже пошли парапланы более современные. Уже начали их производить более серийно, более безопасно. Сегодня летать на параплане учат в специальных школах. На двухнедельных курсах будущие пилоты изучают аэродинамику, метеорологию, типы воздушных потоков и азы управления. Если теория и практика сданы успешно, можно смело покорять любую высоту. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Наш эфир подходит к концу, а мы еще раз хотим поблагодарить компанию «Фавила» за предоставленную мебель, а также Академию строительства и архитектуры за зимний сад, в котором начинается наше утро. Два часа в прямом эфире для вас работали Стефан Филатов и Салия Салямова. А мы уже с вами прощаемся, но хочу обратить ваше внимание, что ненадолго встретимся уже завтра. Субтитры подогнал «Симон»!